К дню Святого Валентина от ювелирного салона Аметист. Выбери свое сердце. Сменим тему. В пятницу, 17 февраля, в городе пройдет первый православный молодежный форум. К обсуждениям присоединится глава района и почетные гости. Об участниках мероприятия и целях форума поговорим сегодня с гостем студии. Это куратор форума, сотрудник администрации Кринского муниципального района Петр Липатов. Добрый вечер. Здравствуйте. Петр, расскажите, пожалуйста, как родилась идея такого форума и, наверное, насколько она актуальна для нашего района? Идея форума родилась в Кринском благочине. Алена Дмитриевна Сокольская поддержала эту идею. Актуальность продиктована современным временем. Нам необходимо больше общаться, нам необходимо искать компромиссы и диалог. И такая возможность будет у наших православных молодежных лидеров на этом форуме. Поподробнее об участниках. Кто это? Что это за почетные гости, которые к нам приедут? Форум возглавит епископ Константин Островский, ректор православной семинарии в Коломне. Также он возглавит в этот же день божественной литургии, которая пройдет у нас первая архиерейская служба в Троицком соборе на Советской площади. И также форум возглавит Алена Дмитриевна Сокольская, глава нашего района. Модератором форума изъявил желание стать членом общественной палаты Московской области, знаменитый байкер Алексей Вайц. Также он будет на нашем форуме. Ну и наша, естественно, молодежь, студенты, школьники старших классов, воспитанники гимназии София. Все они будут обсуждать на нашем молодежном православном форуме, что делать власти, общество, церкви, молодежным лидерам, чтобы не допускать тех ошибок, которые за последние сто лет были совершены, чтобы наши святыни не разрушались, а возрождались. Все это они обсудят на форуме. Ну вот повестка форума, она открытая или это, может быть, доклады какие-то заранее будут? Нет, это живое общение с нашими детьми, с молодежью. И, кстати, у них будет уникальная возможность поговорить с первыми лицами нашего района, с представителями депутатского корпуса Московской областной думы, с общественной палатой Клинского района, с общественной палатой Московской области, обсудить с ними те вызовы, которые стоят перед нашим обществом, может быть, какие-то проблемы, ну и найти пути их решения, что-то предложить свое, что они хотели бы реализовать на территории нашего района. Вот от них мы ждем идей, ярких идей, которые принесут пользу нашему родному городу. Еще раз, вот как будет проходить форум, то есть первая часть она пройдет? В этот день, 17 февраля, у нас торжества в честь новомучеников Клинских, поэтому откроется это все богослужением в Троицком соборе. Возглавит службу, как я уже сказал, епископ Константин. В 9 часов утра эти торжества начнутся. Ну а после на базе филиала Российского государственного социального университета, также недалеко от Троицкого собора, у нас пройдет уже сам форум. Начнется он в час 30. Если кто-то желает присоединиться к форуму, то они могут позвонить к нам в администрацию по телефону 2-77-90 или отправить заявку с своими данными и контактной информацией на адрес нашей электронной почты. Клин, нижнее подчеркнение, фест, собачка-майл.ру. То есть, в принципе, вы открыты, да? Конечно, если хотят пообщаться, побывать на таком форуме, конечно, мы открыты и с радостью ждем всех. Ну а вы ожидаете чего от этого форума? Как думаете, как он пройдет? Ну, самое главное, мы ожидаем это объединение нашей молодежи православной, потому что все сидят в разных своих приходах. Ну, а этот форум даст возможность объединиться, увидеть, где что реализуется, ну и уже вместе творить большие дела. А итогом что станет форума? Какое-то решение? Ну, мы не будем, конечно, призывать к какому-то итоговому документу, но если наша молодежь посчитает необходимым итоговый документ выработать, конечно, мы тоже к этому готовы. Ну а так мы надеемся, что итогом будет совместная работа церкви, общества, власти, молодежных лидеров в нашем районе. Спасибо, Петр. Мы еще обязательно вернемся к этой теме. Мы с вами прощаемся. До свидания.